Доброе утро! Информационная программа Наши Новости начинает свою работу в эфире в студии Евгения Даровская. И Василий Морозов, здравствуйте! Работай или плати за свое медицинское обслуживание сам. Неработающих трудоспособных россиян могут обязать самостоятельно делать взносы в фонд обязательного медицинского страхования. Члены Комитета Совета Федерации по социальной политике поддержали позицию Минздрава и фонда ОМС в этой инициативе. Идею назвали правильной, но и решили, что необходимо доработать механизм реализации. В пример ставится опыт Белоруссии, где трудоспособные неработающие граждане платят за свое соцобеспечение сумму, эквивалентную 12 тысячам российских рублей в год. Обязать платить прежде всего планируют людей, которые имеют неофициальный заработок и никак не декларируют свои доходы. При этом речь не идет о детях, инвалидах и пенсионерах. По данным Министерства здравоохранения, сегодня государство платит за медицинское обслуживание 15 миллионов трудоспособных неработающих россиян. В Москве стартовал очный этап всероссийского конкурса директоров школ. В этом году в нем принимают участие 619 руководителей образовательных учреждений страны. Из них 4 из Алтайского края, 2 из Рубцовска, по одному из Змеиногорского района и Барнаула. Конкурс не является обязательным для директоров. На первом заочном этапе педагогам предлагают подготовить видеоролик и написать эссе на одну из актуальных тем образования. В этом году, к примеру, руководителям нужно было рассказать, каким образом они стимулируют педколлектив, исключив финансовую составляющую. Из четверки алтайских директоров, писавших эссе, только Александр Всеевский из 40-й гимназии Барнаула вышел во второй тур, то есть стал лауреатом конкурса. Но в тридцатку лучших, тех, которые поехали в Москву на очный тур, Александр Георгиевич, к сожалению, не прошел. Потом, когда читаешь итоги за каждый год, конечно, иногда бывают удивления определенные, потому что среди победителей директора школ, которых 19, 20, 30 человек, ну, то есть сельские районы, в какие-то школы, так сказать, там очень маленькие коллективы. До Нового года еще больше месяца, а путевки в Белокуриху уже не найти, все раскуплены. Как пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу города, в предстоящие праздники гостиницы, санатории и отели курорта будут заполнены на 100%. Такая ситуация складывается третий год подряд. Кстати, активнее в этом году разбирают места в отелях крупных и небольших туристических городов по всей стране. Рекорды бьют Москва, Санкт-Петербург, Сочи и санатории Крыма. Лидер продаж горнолыжных курортов – Сочи. Спрос на тура в новогодние праздники превысил показатели прошлого года на 35%. И, по прогнозам экспертов, отели будут переполнены, а продажи на топовые горнолыжные курорты остановятся уже в конце ноября. А мы решили узнать у жителей Барнаула, где они планируют встретить Новый год и поедут ли куда-то на праздники. Белокуриху? Ну, нет, на самом деле. Я как бы хочу дома со своей девушкой встречать. Вот. Белокуриху не очень. А почему? Далеко, холодно. Дома лучше. С друзьями и с родственниками. А поподробнее, где это будет? Барнаул, может быть? В Барнауле, да. В Барнауле, возможно, в каком-то заведении, а возможно, на загородном. Вообще, планировала Новый год встречать дома, с семьей, с ребенком. А так не планировала никуда, если только по гостям походить на Новый год. Ну, хотелось бы очень сильно в Горном Алтае отметить. И как бы я планировала там с одним человеком. Да нет. Ну, а так, наверное, будем дома. Так, с друзьями. Панов никаких. Играть на гитаре, не знаю. Учиться немножко. А потом никаких. А именно сам встречать Новый год где будете? Дома. И только дома. 38 предписаний вынесли барнаульские власти владельцам придорожных кафе, заправок и автосервисов в этом году. Цифру сегодня озвучили в мэрии на еженедельном совещании городских комитетов службы ведомств. Какие требования в основном нарушают владельцы придорожного сервиса и какая судьба ждет? Одно из популярных кафе в Нагорной части Бронулу расскажет наш корреспондент Алексей Янкин. У дорог к краевой столице сегодня работают 27 различных сервисов. Заправок, кафе, магазинов и мастерских снабжают автомобилистов всем, что может понадобиться в пути. Среди них есть и долгожители. Кафе у Григорьича, например. Однако работать ему осталось около года, сообщили сегодня на аппаратном совещании. Это даже хуже будет для всех проезжающих. Все тут кушают всегда. Оказывается, все то время, что работает кафе, а это без малого 20 лет, конструкция считается временной, а значит подлежит сносу. Впрочем, хозяин заведения и не возражает. Говорит, время пришло. Шашлыками водителей, правда, еще порадуют, но уже на новом месте. В считанных метрах от кафе он строит большой придорожный комплекс с гостиницей. Судя по паспорту объекта, открытие ждать в 2018. Снос кафе – шаг вперед, убеждены в мэрии. Современный придорожный сервис требует новых зданий и подходов к обслуживанию. За этим зорко следят специалисты профильного комитета, раз в неделю собираясь на разбор полетов. Один из последних недочетов – выезд из автосалонов за новым мостом. Не выполнена работа по устройству примыкания к автодороге двух автосалонов – «Реал-Шевроле» и «Сип-Тракцентр». Хотя и планировались. Исполняющий обязанности главы администрации Петр Фризин попросил районные власти и комитет пристальнее следить за состоянием зон, примыкающих к дорожным сервисам, при необходимости вводить санкции. В частности, речь шла о стоянке у кафе «Ванадзор» на правобережном тракте. Она оказалась не заасфальтированной. Ну это же авторитет сегодня, если хотите. Это же город Барнула. И люди приезжающие, уезжающие, наверное, дают нам оценку. В целом Петр Фризин отметил положительные изменения, которые произошли в придорожном сервисе в последнее время. Но призвал не снижать контроль за заведениями у дороги. Алексей Янкин, Александр Морозов. Наши новости. В Барнауле прошло городское первенство по кунг-фу. Его организовала Краевая Федерация этого вида спорта. Турнир оказался очень разновозрастным. Самому младшему спортсмену было всего 4 года, а самому старшему уже 80. Так как кунг-фу содержит много различных стилей, то и победителей вышло достаточно. В самой младшей возрастной группе больше всего золотых медалей получил подароев Захара Филатова Анастасия, представлявшая пекинскую школу шаолиньского кунг-фу. В средней группе самые высокие баллы оказались у Егора Ладыки и Елизаветы Белорыбкиной, обучающихся в школе Владимира Суркова. Среди совершенно летних спортсменов больше всего баллов заработал Роман Зайковский. В турнире этого года впервые прошли соревнования среди самых возрастных спортсменов в дисциплине Тай Цзи Цюань. Мне было 59. Мы очень-очень довольны то, что мы сейчас стали заниматься. Но нам сильно, по крайней мере, очень мне помогло то, что мы ездили в Китай. Профессионалы самой сладкой кухни работают на предприятии «Албис». Представитель компании «Вера Тавмасян» в этом году стала победителем краевого конкурса «Лучший кондитер». «Вера Тавмасян» лучше других справилась с главным заданием. За полтора часа она изготовила несъедобную конструкцию, оформленную мастикой в зимней тематике. Шишечки, да. У нас как бы Новый год скоро на дворе. Ну вот мы решили порадовать и Новым годом. Порадовать с близких праздничным лакомством можете и вы, заказав торт в компании «Албис». Ежегодно здесь выпекают торты с неповторимым вкусом для всех клиентов. С учетом их пожеланий, заказать свой новогодний торг можно по телефону 36 00 02. Какими событиями будет наполнен этот вторник, узнаем вместе из вечернего выпуска наших новостей. Напоминаем телефон нашей редакции в Барнауле 659 129. Хорошего дня вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова